Но, к сожалению, не всем событиям, которые происходят по большей части в этой комнате, я могу найти объяснение. Ее реакция на абсолютно пустое пространство, в котором я лично не вижу ничего, куда, на кого он лает, за моей спиной в этом углу начинает что-то шуршать. Собаки все просто вчетвером смотрят. Третий раз, когда я начала постепенно оборачиваться на этот звук, мне даже показалось, что это похоже на какое-то дыхание. Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои питомцы, и сегодня я хочу поделиться с вами, ребята, своими переживаниями и рассказать, что происходит в последнее время в нашем доме, а в частности именно в этой комнате. Я могу быть не совсем последовательной, потому что я растеряна, и рассказ может оказаться немножко сумбурным. Как вы видите, я в очках, это очки для зрения, да, но, видимо, мне придется их снять, потому что, боюсь, свет, который светит сейчас на нас, может в них отражаться. Если вы не подписаны на мой инстаграм или инстаграм питомцев, то вы, скорее всего, не в курсе, что я сейчас ношу очки. И, возможно, вы еще не знаете, что 9 ноября у нас будет фан-встреча в Красноярске, в Сибири, на выставке Зоомир. Все подробности я оставлю вот там в описании. Почитайте, приходите обязательно все, кто там живет рядом. Но начну я, наверное, с самого последнего события, которое вывело просто меня из колеи, выбило. Те, кто смотрят мои каналы, знают мой характер, вы в курсе, что я всегда всем странным вещам ищу какое-то логическое объяснение. Но этому логического объяснения нет. Я сейчас вам покажу, что происходит в этой комнате, и вы будете в шоке, наверное, как я. И что странное, это произошло в Хэллоуин, то есть, блин, это все-таки праздник всех злых духов и все такое. И если я и замечала какие-то странные вещи, я старалась их как-то объяснить, и в том числе в поведении животных, кошки, то, что она делает, и собаки, которые просто поразили меня. Это событие, наверное, просто заставило меня снять этот ролик и поделиться с вами. И ситуация, которая произошла прямо перед этим событием. Вот здесь вот у нас декорации на канал Magic Pets питомцев. Мы там снимали ролики на Хэллоуин. Но, как вы понимаете, мы это все снимали заранее, а не в сам Хэллоуин. А вот что произошло именно вот в эту ночь. Весь пол, как вы видите, в мухах. И это просто фигня. Вы дальше посмотрите, что тут происходило. Вечером я зашла в эту комнату, через эту дверь, и обнаружила, что вся комната, по всей комнате летают и жужжат мухи. Просто в нереальном количестве. Сотни, тысячи мух летало по комнате, билось в потолок, в окна. Их было тут так много, что я такого количества никогда не видела. Это не три, не десять, не пять. Вот, например, еще одна дверь для выхода на улицу. И вот тут вот лежит нереальное количество трупов этих мух. Как будто их тут собирали просто месяцами. Весь пол устелен ковром из мух. И я, соответственно, сделала проход между ними, чтобы проходить просто вот тут вот. Все остальное в мухах. Весь пол, весь стол. Откуда они налетели в эту комнату и почему только в ней? Вы видите, сколько их? Это просто капец. Я реально не видела такого количества мух никогда в жизни. Посмотрите на окно. Тут еще некоторые живые продолжают биться. Вот видите, там тоже сколько их. Ничего не применяло, никакие средства. Они просто-напросто жужжали тут всю ночь. И в итоге вот второй подоконник. И если я сейчас к ним поднесу микрофон, то вы услышите, что часть мух еще полуживая и продолжает жужжать. Вы просто представьте, сколько было этих мух, что они все были живые буквально вот ночью. И в итоге вся вот эта вот орава, блин, я хожу по ним капец, капец, летала вот здесь вот под потолком, жужжала. Это так противно. Я была в таком шоке. Я такого не видела никогда в жизни. Только, наверное, в фильмах ужасов. Такого нашествия мух. И самое странное, что произошло недавно во время съемок со мной и с собаками в этой комнате. Но, наверное, я как-то постараюсь все-таки последовать, как-то собрать мысли в кучу и рассказать все ситуации. Вы не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. Проверяйте уведомления, колокольчик. Приходят ли они вам, а то YouTube тупит в последнее время. И ставьте лайк, пожалуйста, этому ролику. И пишите комментарии, какие у вас мысли вообще по этому поводу. Встречали ли вы такое? Было ли с вами что-нибудь подобное? Вели ли ваши животные себя как-то так? И вообще, нам нужна ваша поддержка. И начнем, наверное, с того, что, как вы знаете, если смотрите канал, мы заселились в дом зимой прошлого года. То есть это достаточно давно. И за все это время каких-то прям вот странностей и каких-то дебильных событий не случалось. А если что-то случалось, я всегда старалась найти этому объяснение. Переезд в большой дом меня заставил столкнуться с теми вещами, с которыми я никогда не сталкивалась, живя в квартирах. Действительно могут возникать какие-то моменты, которые тебя пугают, особенно если этот дом не маленький, особенно если в нем есть какой-нибудь чердак, и на чердаке происходят какие-нибудь звуки. И в спальне на потолке, когда ты лежишь на кровати, сверху слышались какие-то странные шорохи и звуки. Потом залезли мы на чердак, все там проверили. В общем, выяснилось, что это мышки на чердаке. Постоянно какие-то странные звуки были на крыше. Потом только со временем я поняла, я увидела, заметила, как это работает вообще, что это птицы садятся на карнизы, на отливы крыш, там скачут, и вот этот звук издают. Очень странный, когда именно ты внутри находишься, или снег падает с крыши, кусочки маленькие, небольшие, ты пугаешься, увидев в окне какое-то шевеление, боковым зрением поворачиваешься, а там ничего нет. Это реально очень страшно. Ночью происходит такой грохот, и выясняется, что это так, как это зима была, это огромные глыбы снега, просто падают на землю, создают шум, дом же одноэтажный, и когда ты живешь в квартире, особенно на каком-нибудь этаже, ты просто этого не замечаешь. А когда ты живешь в доме, и находишься в какой-то другой комнате, а в следующей комнате вот это происходит, ты бежишь туда, не понимаешь, что это был за звук, и только потом, выйдя на улицу, ты видишь огромную глыбу снега, и думаешь, а, ну понятно, наверное, это упал снег. И так происходит постоянно. Тоже пугающая ситуация была, например, с водоочисткой. Она включается именно ночью, и начинает там что-то делать, это такая большая, большой блок, и когда он включался ночью, первые разы, я каждый раз дергалась, каждый раз я находилась в каком-то другом месте, а дверь в это хозяйственное помещение была закрыта, и тут ты слышишь какой-нибудь звук, и ты такой, типа, что это, что это, что это, но потом я поняла уже, что это водоочистка, и уже начала к этому звуку привыкать. Еще одна штука, это то, что у нас автоматически включается свет, он включается на движение, на улице, и когда ты ночью сидишь дома, монтируешь себе видео, и тут вдруг на улице загорается свет, ты подходишь к окнам и начинаешь разглядывать, как? В итоге ты начинаешь понимать, что он загорается и на движение собак, и на движение кошки, и когда в следующий раз все дома, и кошка, и собаки, и ты сидишь снова, монтируешь, а свет загорается, ты понимаешь, что это не твои животные там ходят, на что загорается, на чье движение загорается свет. В итоге ты выходишь и видишь, например, какую-нибудь соседскую кошку, которая тут ходит, бродит, успокаиваешься и живешь дальше. У нас в холодильнике есть ледогенератор, и когда он заканчивает делать лед, это такой звук, как будто много камней насыпаются куда-то Но он же происходит внутри холодильника, и такой вот этот звук И когда впервые в жизни я поставила сделать лед, пошла спать и ночью услышала этот звук, я тоже жутко перепугалась Звуки стали происходить по всему дому, и это звуки очень непонятные Очень сложно на словах объяснить этот звук, это что-то вроде скрежета, какого-то такого Я сижу в этой комнате, монтирую, и слышу, как в этой комнате этот звук происходит А в спальне, когда ты ложишься спать и начинаешь это слышать постоянно, это просто капец Я начала пытаться искать источник звука, когда в очередной раз его услышала, я начала искать, откуда он идет, и потом обнаружила, что это происходит в батареях И когда приехали сантехники, ребята, которые этим занимаются, они в итоге объяснили, что это воздух В жидкости, которая залита в батарее, есть пузырьки воздуха, и когда эта жидкость вся там переливается в этих батареях Чтобы обогревать дом, она издает вот такой вот очень пугающий и странный звук И даже находя объяснение всем этим вещам, ты все равно становишься более пугливым, более настороженным И в итоге начинаешь уже подумывать о том, что в домах может жить еще и что-то другое, кроме тебя Нечто Еще одна дикая ситуация была, когда я стала доставать вещи из шкафа в гардеробной, и они начали пахнуть плесенью Просто все вещи, которые достаешь из гардеробной, они пахнут плесенью Мы отодвинули все шкафы в гардеробной и увидели, что все стены были в плесени Белая, черная, желтая, серая, короче, это был капец А потом мы посмотрели на заднюю часть шкафов, и все шкафы тоже покрылись плесенью В итоге, размышляя, советуясь с людьми, мы пришли к выводу, что в комнате не ходит воздух, там влажно и прохладно Поэтому поставили там дополнительную батарею, вымыли всю плесень, обработали специальным средством на шкафах, на стенах И сейчас, надеемся, что больше такого не повторится, но это было недавно, и, возможно, еще это вернется Это прям противно капец Но, к сожалению, не всем событиям, которые происходят по большей части в этой комнате, я могу найти объяснение Особенно той ситуации, которая произошла недавно на съемках, я ее чуть позже расскажу, это вообще капец А сейчас про очень странное поведение животных Киса Алиса Мало того, что она стала очень агрессивно относиться к собакам, то есть она реально их уже не переносит Как вы помните раньше, она с ними очень дружила, особенно с покемонами Мичу, они с ней постоянно играли Она стала очень беспокойная, я это прям заметила последнее время, нереально нервное все время И вот недавно случилась такая ситуация Она начинает рычать таким вот странным голосом Она сидит вот здесь вот на диване и смотрит в стенку Я сидела за столом, монтировала, я к ней поворачиваюсь, начинаю на нее смотреть, звать ее Она на меня не реагирует, она просто тупо вот такими зрачки расширились Она как бы немножко как, ну, агрессивная стала Она смотрит в стену и рычит Возмущается, рычит Я никого не вижу ни на стене, ни вот в углу Я ей говорю, Алиса, Алиса Она на меня не реагирует Это продлилось какое-то время и после этого все Она такая, типа, раз, включилась, нормально все дальше пошла, как будто ничего не происходило И таких ситуаций именно в этой комнате было несколько В других комнатах дома такого не происходило ни разу Потом она смотрела вот в эту стену, которая вот тут вот находится То есть она каждый раз смотрит Какое-то время в этом положении находится, замерев, как будто вот что-то происходит А потом возвращается в этот мир, как будто все нормально и все окей Многие говорят, что кошки видят что-то, что не видим мы Что есть какая-то у них связь с другим миром И поэтому меня реально напрягает ее реакция на абсолютно пустое пространство В котором я лично не вижу ничего, а она туда так смотрит и так себя ведет Теперь о странном поведении Киса Алиса, как всегда Собак Как вы знаете, мои собаки, это не собаки, которые постоянно лают Есть такие породы, которые очень много любят лаять Лают на все Мои собаки не такие Они лают, ну вот на чужого человека, например, если видят, что он хочет зайти в дом На звуки какие-нибудь могут лаять Просто так вот гавкать-явкать, это не про моих собак Короче, собаки стали гавкать, как киса Алиса, ни на что Никаких звуков, никаких чужих людей И они гавкают Я пугаюсь, потому что они не лают в норме Прихожу туда, а там ничего, там все нормально На кого, на что, почему И чаще всего это происходит именно здесь То есть где-то в других помещениях они не гавкают Они могут лежать здесь на диване и гавкать куда-то вот туда в окно Я смотрю в окна, в окнах никого нет Они гавкают Я сижу, монтирую здесь за столом Они лежат на полу, где-то тут на лежанках, на кроватках Потом вдруг все подрываются и начинают лаять То вот туда, в эту дверь, которая находится здесь, туда лает Потом лает на дверь, просто на закрытую в комнату дверь Потом успокаиваются, все нормально, как будто ничего не происходило Это на моих собак не похоже, потому что я их слишком хорошо знаю Софии и Эйвону по очень много лет Они давно живут со мной И я знаю, что они просто так не гавкают Должна быть какая-то причина И это происходит не когда они играют между собой И кто-то у кого-то пытается отобрать игрушку И они рычат друг на друга и лают Нет, это происходит просто так То есть вот Эйвон, например, лежит в кроватке у себя Калачком свернулся И тут он подрывается вот так вот резко И начинает лаять И вот так вот смотреть куда-то Куда? На кого он лает? Я знаю, что есть такая версия и про собак Что они видят что-то, как и про кошек Что они видят больше, чем мы Но логические объяснения, которые я могу этим найти Это лишь то, что у собак лучше слух, лучше зрение Чем у людей, у кошек то же самое И, соответственно, я могу не слышать чего-то Условно, как какая-нибудь муха где-нибудь жужжит Звук жужжащей мухи в доме, в большом, где есть эхо В каком-нибудь горшке или где-нибудь за батареей В какой-нибудь вазе Это безумно странный звук, поверьте, ребята Это такой электрический звук, как будто какой-то провод вот-вот взорвется Как будто там идет какой-то неконтакт электрический И такой бум сейчас будет просто Потому что это реально очень пугающий звук Когда муха где-то застревает и жужжит Особенно, если это где-нибудь между досками потолка Где-нибудь, где ты не можешь ее найти И, возможно, они слышат что-то такое, чего не слышу я Как мышка где-нибудь на чердаке ползет Они подрываются, их это пугает И начинают гавкать в пустоту, вот непонятно куда Только такое объяснение могу этому найти Потому что я человек, который всему находит объяснение Старается, по крайней мере Не верит во всякие мистические штуки Хотя, может, где-то во мне живет все-таки Человечек, который пытается верить во что-то такое В общем, мы снимали Хэллоуин на канал питомцев Там вышло как раз три выпуска Сегодня там тоже новое видео Я ссылочку оставлю в описании Вот с этим вот фоном, когда я все украсила И когда я их снимаю, как вы понимаете Если они сидят вот здесь Я сижу к ним лицом с камерой Спиной к той части комнаты И тут я что-то говорю собакам Давайте там что-то И начинаю слышать странный шорох За своей спиной вот в том углу И вижу, как собаки тоже туда смотрят Я оборачиваюсь, но в том углу ничего нет Там ничего не находится такого, что могло бы шуршать А шорох очень похож на шуршание баллоневой куртки Или ткани об стену То есть чем-то как будто шуршат об стену Успокаиваю себя, и мы продолжаем снимать И тут происходит то же самое За моей спиной в этом углу начинает что-то шуршать Собаки все просто вчетвером смотрят в этот угол Я реально, как в фильме ужасов Просто оборачиваюсь так медленно-медленно в этот угол Настолько пугающий этот звук Настолько громкий, не какой-то отдаленный Настолько вот реально происходящий здесь и сейчас Что кажется, что в углу что-то происходит Но там ничего нет Это просто пустой угол И вот этому я не нахожу никакого логического объяснения Это повторилось три раза за одну съемку За один вечер И там ничего не было в этом углу Но там что-то шуршало В третий раз, когда я начала постепенно оборачиваться на этот звук Мне даже показалось, что это похоже на какое-то дыхание Такое низкое и тяжелое, как Ну потому что это такой странный очень звук Непонятный Именно в съемке вот этих хэллоуинских видосов И после этого, 31-го, в хэллоуин случилось вот это нашествие мух Короче, это просто пипец Но это действительно странные вещи, которые настораживают Особенно если ты живешь в частном доме И любишь, например, собирать старинные антикварные вещи, которые когда-то принадлежали кому-то другому И сразу начинают какие-то мысли лезть в голову про плохую энергетику В общем, мы будем наблюдать за происходящим Что будет дальше Если будут какие-то изменения, я буду рассказывать либо в видео, если это уж будет совсем пипец, как это нашествие мух Либо в инстаграмах, в сторис И, конечно же, жду ваших мыслей Может быть, вы сталкивались с вот этими шуршаниями в углу И у вас есть какие-то предположения? Пишите комментарии Ставьте лайк на это видео, если вы любите такие болтологические ролики Когда мы сидим вот так вот болтаем с вами по душам Переходите по ссылочкам на видео на канале питомцев Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео И увидимся 9 ноября в Красноярске на выставке Зоомир Пока